В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Красногорске прошла 26-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Мы являемся опорой президента страны, нашего губернатора. Главный документ гражданина России семи юным видновчанам вручил глава муниципалитета Алексей Спасский. Конечно, волновалась. И это очень приятно, потому что, ну, уже взрослые. 18 февраля отмечают Международный день батарейки. Батарейки необходимо сдавать в первую очередь, потому что это наши ресурсы. В Красногорске состоялась 26-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Встреча лидеров партии подтвердила. «Единая Россия» сохраняет передовые позиции, является ведущей политической силой в Московской области. Подробнее в репортаже Татьяна Брыловой. Началась конференция с подведения итогов пятилетней работы и обозначения ключевых задач на ближайшие пять лет. За отчетный срок в подмосковном отделении «Единая Россия» был осуществлен ряд значимых социально-экономических проектов. Приняты законы, которые обеспечивают решение важных задач региона. Мы являемся опорой президента страны, нашего губернатора по реализации всех значимых проектов. Формируем законотворческие инициативы на федеральном и региональном уровне. Мы являемся качественно и по всех системах основных, меняющих жизнь наших людей. Подмосковные «Единая Россия» поставили перед собой амбициозную задачу быть регионом-лидером по организации партийной деятельности. И сумели добиться этого результата. Вся агитационно-пропагандистская работа партии заключается в том, чтобы максимально слышать людей, самое главное не бояться сложных вопросов, общаться с людьми, выходить на контакт и решать вопросы. Не забалтывать их. Не забалтывать вопросы, а их решать. Вот это самая лучшая агитационно-пропагандистская работа. Исполнение наказов избирателей – вот на чем будет строиться работа в ближайшие пять лет. Как сказал президент, на съезде «Единая Россия» не потерять ни одного наказа, дать ответ на каждую просьбу, на вопрос, даже если это, может быть, просьба пока несостоятельная или нереализуемая. Наша задача – по всем инициативам отработать, найти решения и постараться все их воплотить в жизнь. На конференции состоялось переизбрание секретаря Московского областного регионального отделения партии. Этот пост сохранил Игорь Брынцалов. В ходе тайного голосования в региональный политический совет «Единой России» был избран глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. По мнению Алексея Петровича, достижение результата возможно только сильной командой. Если в Ленинском округе никаких больших выборных мероприятий в 2022 году не планируется, то есть муниципалитеты, где будут выбираться советы депутатов. Ну а, соответственно, в 2023-2024 году мы понимаем, что это большие выборы, соответственно, губернаторы президентства Российской Федерации. В целом могу отметить, что местному отделению Ленинского округа есть над чем работать, и мы приложим все усилия для того, чтобы, может быть, уже в следующем году быть в лидерах. В режиме видеосвязи к работе конференции Московского областного отделения партии «Единая Россия» подключились председатель Совета депутатов Ленинского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Радченко, депутаты Совета депутатов, члены местного полицовета. Всего в конференции приняли участие 320 делегатов из 57 отделений партии. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Для семи юных жителей Ленинского городского округа наступила пора взросления. Свои первые паспорта ребята получили в администрации муниципалитета. Главный документ гражданин России юношам и девушкам вручил глава округа Алексей Спаский. Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Буслаева. Торжественное вручение паспортов в здании администрации уже стало доброй традицией. Основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации 14-летним школьникам вручил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Не сомневаюсь, что каждый из вас уже в чем-то заслуженный, отличился. Кто в учебе со своей пятеркой маме радость доставляет. Кто-то, может быть, в спорте 100 метров бегает, как я когда-то, быстрее других. Кто-то поет, кто-то танцует. Не сомневаюсь, что каждый вас талантлив по-своему. Но у вас впереди еще многие десятилетия жизни. Мы все вот здесь, те, кто уже взрослые, родители ваши, мы хотим, чтобы она была длинной, яркой, успешной. Большинство ребят признались в том, что с нетерпением ждали этого события. Так, например, Богдан Паршин рассказал, что получение паспорта для него – это возможность почувствовать себя полноценным гражданином своей страны. Особую гордость испытывали родители, которые пришли поддержать своих детей в этот волнительный и важный момент. Огромное спасибо администрации, что предоставили такую возможность. И сыну на память. Мы как бы ждали этого дня. Даже там звонка не было, мы все равно знали, что приедем. Конечно, волновалась. И это очень приятно, потому что уже взрослые, 14 лет. Это мой самый первый ребенок. Поэтому я рада. Вместе с основным документом все участники торжественной церемонии получили подарки. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания против коронавируса. За это время в муниципалитете прошли вакцинацию более 36 тысяч человек. Из них почти 7300 защитили себя и своих близких спутников «Лайт». Пенсионеры Галина Егоровна и Николай Алексеевич Орловы первый раз привились от коронавируса в мае 2021-го. Витовчане уверены, что именно благодаря спутнику ВИС могли избежать заражения COVID-19. И вот спустя полгода решились на ревакцинацию. Прививка и от кори, и от туберкулеза БЦЖ делают в роддоме, и от ОСВ делают, и уничтожили. Это уже примеры есть. Лучше прививаться, если я заражусь, то в легкой форме, а не 90% легких, чтобы было поражено. Но все оказалось не так просто. Из-за большого количества желающих сделать прививку, супругам не удалось заранее записаться. А после часового ожидания в живой очереди поднялось давление. Пенсионеров направили в кабинет неотложной помощи, где им помогут справиться с повышенными показателями и подготовят к вакцинации. Очень много штаммов у данного вируса, что вирус мукирует. И проведя вовремя и как бы полномерно ревакцинацию, человек защищает себя, своих близких, окружающих от риска заразиться коронавирусной инфекцией. Советнику главы Ленинского городского округа Моисея Шамаилову долгое время врачи не советовали прививаться по медицинским показаниям. Но соблюдение всех рекомендаций медиков сделали свое дело. Как только мне разрешили, я, конечно, решил, что надо уже все. Я каждый раз спрашивал, каждый месяц вам можно, можно, когда мне можно. Ну вот, надеюсь, что многие услышат и здесь боятся ничего не надо. В этот день также прошли ревакцинацию главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова и общественный деятель Ренат Волков. Я не рискую заразить своих близких, соседей, знакомых, друзей и так далее. Я считаю, что вакцинация 100% обязательна каждому гражданину нашему. Напомним, что ревакцинацию медики рекомендуют проводить спустя полгода после первой прививки или перенесенного коронавируса. Защитить себя от COVID-19 можно по будням во взрослой поликлинике ВРКБ с 14 до 20.00. В здании детской поликлиники с 8 часов утра до 20 часов. Не забудьте записаться на прием заранее. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ». 18 февраля отмечают Международный день батарейки. Однако использование этого зарядного устройства накладывает на современного человека определенную ответственность. Как правильно утилизировать их, разбиралась Юлия Герасимова. О том, почему важно правильно утилизировать батарейки, знает Венера Тарасюк, учитель химии и организатор акций по раздельному сбору отходов. Батарейки необходимо сдавать в первую очередь, потому что это наши ресурсы, вторичные ресурсы. В батарейках у нас находится очень много ценных металлов, таких как литий, цинк, марганец, а также тяжелые металлы, которые могут попасть в почву, а также наш организм уже непосредственно через воду или через пищу, которую мы с вами употребляем. А тяжелые металлы у нас с вами не выводятся из организма, они накапливаются и уже потом могут развить различные уже тяжелые заболевания, вплоть до раковых заболеваний. Одна батарейка может разлагаться до 100 лет, а ее опасная начинка отравляет почву, воду, убивает мелких животных. И если для человека последствия загрязнения среды кажутся неощутимыми, то для природы все очевидно. Земля с большим количеством солей перестает быть плодородной в радиусе 20 метров, а для ежиков такая доза будет смертельной. У вас может быть, например, дома повышенная влажность, и батарейки могут, конечно, прореагировать и уже разгерметизироваться, другими словами. Ну, все, что находится внутри, будет постараться выходить снаружи. Если у вас уже батарейка не работает, вы должны положить какой-нибудь контейнер, хорошо закрывающийся. Вы можете использовать какую-нибудь баночку или просто пластиковый контейнер в качестве коробки. Собрать нужное количество и уже отнести в пункты, где принимают. И таких пунктов в нашем муниципалитете несколько. Специальные контейнеры находятся в магазинах сети «Вкусвилл» и «Эльдорадо». Мы готовы сдавать батарейки. Приехали в магазин «Популярной слёдой семьи». При входе стоит вот такой уголок для авторствия. В том числе есть контейнер для батарейки. Как соберется большое количество, мы делаем заявку и приезжает машина. А как быстро наполняются обычные? Ну, два раза в месяц точно. Раз в месяц в «Видном» проходят акции по раздельному сбору отходов. Ближайшее состоится 20 февраля. К площадкам школ номер 5 и 9 можно принести не только батарейки, но также металл, бумагу, пластик, тетропак, электрохлам. Мусор увозит собиратор – компания, занимающаяся сбором и переработкой отходов. Помочь экологии, а заодно экономике – просто. Нужно всего лишь проявить немного участия и бросить так называемый мусор в специальное ведро. Юлия Герасимова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!